Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи, и сегодня я хочу вам рассказать 1300 фактов обо мне. Я шучу. Нет, сегодня я хочу рассказать 8 фактов всего лишь обо мне, но это не простые факты, это факты, ну, на мой взгляд, необычные. Это то, что, возможно, меня отличает от большинства, допустим, людей, да, и, может быть, и есть такие, как я, и факты такие встречаются, такие же, как у меня, да, единственное, что, допустим, вот у моего окружения они обычно делают так, а вот у меня по-другому. Ну, к примеру. Давайте начнем, вы сами все поймете, да. Итак, необычные факты обо мне. Первое. Я, значит, сначала прочту, потому что я их записала здесь, а потом буду вам разъяснять все. Итак, первое. Я не слушаю музыку дома, только в машине и только радио. Я не знаю, почему это происходит, если честно, но я стала замечать, вы знаете, я даже и раньше не слушала дома музыку. Нет, вру. Когда я была молодой, более того, я ставила колонки на окно и слушала эту музыку для других. Кто так делал? Ставьте лайк. Реально, я вспомнила сейчас. Я сейчас иногда, когда слышу громко, музыка где-то орет, знаете, либо из машины, я тоже так бывает делаю, либо из машины, либо из окна. Думаю, ну, что ты врубил, ебаный. Ты там не оглохнешь, да, зато я услышу каждое слово. Но это и есть такой прикол, типа привлечь внимание, там кто-то глянет на это окно, там принцесса сидит какая-то. Ну да, я раньше так слушала, но потом, со временем, и это на самом деле происходит уже довольно давно, но я заметила, что я просто не слушаю музыку дома, причем я не люблю, когда ее включают дома. Реально, это очень редко, если мы соберемся гостями, и вдруг мы там уже подпили немножко и включаем музыку, мы как бы тащимся сами по себе, танцуем, да, какие-то знакомые мелодии. Но зато, как только я сажусь в машину, я и в машине могу без музыки, в принципе, но я люблю в машине слушать музыку. Причем радио, то есть у меня нет никаких дисков, которых я слушаю, я не подключаю там никакие айпады, никакие вот мама у меня там накачает, слушает тогда, а я нет, не подключаю к телефону, не слушаю. Вот мне нравится радио, то есть мне нравится само ощущение, что сейчас то, что происходит по радио, слушают все. И я как бы со вселенной на волне, знаете, что-то такое. А вот, допустим, в доме музыка для меня это лишний шум, потому что у меня, видимо, не знаю, как это объяснить, но попробую. Возможно, у меня в голове очень много всего происходит, я не успеваю даже разложить это все по полочкам, и когда происходит музыка еще, да, то есть ты отвлекаешься еще и на музыку, и она как будто перебивает все, что в твоей голове, и вот мешает, мне мешает. То есть мне, да, музыка в доме не люблю. И не люблю ходить в гости, где слушают музыку. Ну, мне дискомфортно, я прихожу в гости, мне хочется пообщаться с человеком, я настраиваюсь на его волну. Ну, почему эти музыки? Не, если, конечно, я пришла на день рождения, а не просто по-трендень, да, и мы сейчас выпьем, да будем плясать, да пусть играет музыка, ничего страшного. Вот такой вот факт. Как думаете, необычный? Я думаю, необычный, потому что у меня все подруги слушают дома музыку, любят, а я нет. Дальше. Второй факт. Мой мозг отдыхает во время сериалов и передач. Я не пью алкоголь, не курю, не употребляю наркотики, люблю ясность ума. Объясню. Раньше я, когда, ну, мы знаем, да, работаете, трудитесь и кайф отдохнуть, чтобы мозг немножко расслабился. Раньше я думала, что, да, там, выпить немного алкоголя, да, сидишь-то, расслабляешься. В какой-то момент, опять же, знаете, не знаю, почему это происходит. Я даже не сказала, что это возраст играет роль. Мне кажется, что какие-то, ммм, какое-то развитие в голове дает тебе понимание того, что для того, чтобы расслабиться, тебе не нужно изменять свое сознание, да. Вот, к примеру, да, такое что-то. В общем, по кропинкам, по кропинкам, и даже не то, что понимание, но реально осознание какое-то приходит. Ты не хочешь алкоголь, он тебя не расслабляет, он тебя отравляет изнутри только, да. И то есть в какой-то момент я поняла, что я расслабляюсь только сериалами и фильмами. То есть я реально испытываю офигевший кайф, мой мозг отдыхает, потому что он просто... Кстати, я когда изучала вот это вот с ребенком, да, сказали, что нельзя гаджеты смотреть более часа, там, да, какие-то фильмы, говорят, оказывается, я вот узнала, что когда мы смотрим фильм или сериал, это у нас идет 24 кадра. Когда человек смотрит что-то, 24 кадра, то его мозг вырабатывает что-то, что затормаживает восприятие. Теперь я понимаю. То есть мой мозг постоянно активный-активный, стоит мне посмотреть сериал, или я включаю что-нибудь, да. Все, у меня раз, и восприятие немножко отдыхает, потому что я все время вот такая, все время вот такая. И, честно говоря, это намного лучше алкоголя, это намного лучше там чего-то там. Когда я говорю, что я не пью алкоголь, это не значит, что я его вообще не пью. Я имею в виду, что люди, которые, вот я же почему привела пример, алкоголь, не курю, я имею в виду, дрову, и не употребляю наркотики, хотя, да, тоже, дрова, наркотики, ну, в общем. Именно потому что, когда алкоголь изменяет сознание, то есть люди часто расслабляются, когда они что-то употребляют, они изменяют свое сознание. Я люблю ясность ума, я перестаю пить алкоголь в тот момент, как только он хоть немного начинает влиять на мою ясность. То есть алкоголь я могу выпить, он меня расслабляет в том смысле, что сама атмосфера, ну, меня точно так же кофе утром может расслаблять, да, то есть я могу пойти куда-то сесть на улице, в кафе, взять там кофе. Вечером, допустим, в ресторане, если есть устрицы, я беру, допустим, бокал там вина для антуража, не для изменения сознания. И в этом смысле я не пью алкоголь для того, чтобы расслабиться с изменением состояния. Чтобы вы понимали, человек, а то подумайте, что я вообще не пью. Я нормальный человек, я это понимаю. Короче, я вообще не люблю изменения сознания чем-либо. То есть для меня единственное, вот если сейчас сказать, что ты хочешь расслабиться, что ты хочешь? Вот для меня реально посмотреть фильм и сериал, это я расслаблюсь 100%. Я получаю неимоверное удовольствие каждую секундочку просмотра сериалов и фильмов. И раньше у меня было такое, что мне никуда не нужно было бежать, я с удовольствием смотрела сериалы и фильмы сутками. Представляете, какой счастливый человек я была? А сейчас я настолько это ценю, потому что бывает за сутки, за двое, мне не удается просто хотя бы серию одну посмотреть, любимого сериала. Но просто даже осознание того, что она меня ждет, доставляет мне удовольствие и радость. А дальше к этому же факту, еще во время просмотров всяких сериалов и фильмов, я очень люблю есть. Это у меня с детства. И это я люблю делать в большинстве ночью. Но, что у меня с детства, да, я очень любила, помню, что когда я приходила со школы, да, представляете, вы там учитесь, какие-то нервотрепки, еще что-то. Я приходила, бросала вот так вот в портфель, быстро грела себе борща. Я помню, мама часто готовила борщ. Грела борща, включала что-нибудь, вообще неважно, это уже в процессе я потом переключала на любимые какие-то каналы или мультики. И просто я садилась перед телевизором и ела, и смотрела. Я не знаю почему, в этом есть свой какой-то шарм, именно смотреть что-то и при этом что-нибудь точить. А ночью так вообще классно, особенно вот сейчас, когда ночью спит мой малыш, я принадлежу себе. Боже, ничего прекрасней нет в этот момент. Третий факт. Я раньше ненавидела кофе. Я не просто его не пила, да, я его не пила, но я ненавидела. Я не любила вообще даже сладюшки, где что-нибудь отдает кофе. Представьте. А сейчас день не день, и утро не утро, если я не выпила кофе. История привыкания к кофе. На самом деле я к нему привыкала. Привыкать я начала в тот момент, я жила тогда с молодым человеком, который пил кофе каждое утро, то есть, да, причем там, ну с молоком, не с молоком, то есть он нормально пил любое. А я в тот момент не работала, сидела дома, смотрела сериалы вот тогда я сутками. И любила что-нибудь как раз, вот освоила тогда я программу монтировать видео, все это. Очень много чего делала, развивалась, искала себя. Но сам факт, что мне не хватало суток даже. То есть мне всегда было чем заняться, не хватало суток. И я помню, что я экономила свое время за счет того, что ночами я не спала. То есть я могла бодрствовать двое суток, из этих двоих суток я спала только одну ночь. То есть я себя экономила, я себя прибавляла жизненно во время, понимаете? И мне нужно было как-то взбодриться. И я начала привыкать к кофе. Вы не представляете, как я к нему привыкала, девочки? Я начинала с растворимого кофе, 2-3 горошины на стакан молока. Более того, мне было этого мало. Я еще туда мороженое бухала, для того, чтобы вообще и сладко было, и вкусно, и 3, клянусь, 3 горошины, 3 горошины, вот этих вот. И я чувствовала, это кофе. Потом я начала прибавлять по 5. Я помню, это была неделя где-то, потом я начала по 5 горошин прибавлять. И в конце концов, вот когда я жила там, я вот, ну, пол чайной ложки я добавляла. Но при этом молока бухала и мороженое туда еще. И, конечно, со временем, то есть, когда, допустим, мне хотелось пить кофе, больше его хотелось не от того, что там, не спать. Да, оно меня бодрило. Представляете, насколько тонкий мой организм? Оно меня бодрило. И со временем бывало, что мне где-то захотелось кофе. Кстати, первый раз на Кипре я попробовала кофе, то есть, мне мой друг сказал, вот, охренительно, короче, кофе у нас здесь готовят. Вот эспрессо, представьте, у него такое эспрессо, это вообще, это яд для меня. Но оно настолько круто было сделано, оно было настолько вкусно, это кофе, что я его всем потом в пример ставила. Я говорю, я бью 3 горошины растворимого с мороженым, с молоком, а тут мне дали эспрессо. И охренеть, я его все выпила, получила удовольствие. То есть, я поняла, что, наверное, это зависит еще от кофе, да, как приготовили. Еще моя соседка очень вкусно готовила кофе, и эспрессо я могла у нее тоже пить. Это вообще редкие моменты, то есть, это вообще, ну, в голове не укладывается, при том, как я пила кофе. Так и вот, все-таки я привыкла к кофе, потихоньку начала его, ну, как бы, когда где-то ты находишься, и не можешь сама себе сделать свои 3 горошины, да, ты пьешь более. И я, так и не могу, кривясь немножечко пила его, но потом, конечно же, более привыкла. Но на сегодняшний день я вам скажу, я не пью крепкий кофе, я не пью его чистый, и я не пью его без сахара. То есть, я не могу. Для меня кофе остается горьким и невкусным. Мне его обязательно нужно разбавлять. И если даже сейчас вы посмотрите, как я делаю кофе, я скорее пью не кофе с молоком, а молоко с кофе. Даже когда я где-то покупаю кофе, то есть, очень редко где готовят его так, чтобы прям я его приняла. Реально редко. То есть, я могу по пальцам посчитать, вот я в Макдональдсе могу взять кофе латте нормально, не просить добавки молока. Потом на хичеванском рынке у нас делают в одном месте вкусный кофе. А так, в основном, где что-то делают? Во-первых, используют очень кофе обжарки сильное. Я прям реально пью, и просто вот я трачу деньги. Я купила, сделала 2 глотка. Это горелые семечки, как будто мне в рот напихали просто. Я беру и выкидываю, и я не понимаю, почему так делают. Я не понимаю, наверное, люди это любят, но я нет. Короче, вот такая вот история. И кофе до сих пор я пью, то есть, молоко с кофе, а не кофе с молоком. Четвертый факт. Надеюсь, вам интересно слушать про мои факты. Я так развернуто все объясняю, чтобы вы поняли, что это не как у всех. Я вот не встречала таких людей. Этот факт, который потом Кристине под видео задавали. А что, правда Селена не потеет? Вот, да, я не потею. Не, ну не так, чтобы прям не потею. Я могу, конечно, вспотеть, когда жарко, но пот мой не имеет запаха. То есть, мне так повезло в жизни, что я не пользуюсь антиперспирантами. Да, это вот с того началось, что я не пользуюсь антиперспирантами по причине того, что я не потею и не пахну. То есть, у меня нет необходимости ими пользоваться. И я ими никогда не пользовалась за всю свою жизнь. Единственный момент, когда, допустим, я могу почувствовать запах пота, это после солярия. Я не знаю, честно говоря, что там происходит, какие железы там активируются. Но это единственное место, где после солярия я выхожу и понимаю, в принципе, что чувствуют все другие женщины. Большинство женщин и мужчин, когда они потеют. Вот этот такой феномен. Но он опять проходит. То есть, я могу даже не принять душ сразу, потому что после солярия какое-то время не принимается душ. И через 2-3 часа, как все остыло, то есть, в принципе, этот запах уходит. Я не знаю, куда он уходит. Возможно, у меня такие сильные феромоны собственные, которые перебывают в селевые запахи. Но это, честно говоря, круто. Это мое спасение, моя радость. Я вижу каждый раз, когда девчонки переживают от этого запаха и сама чувствую, допустим, у меня были подруги, сейчас их нету, у которых сильный запах, например. И бывает, просят они там вещи мои какие-то поносить, а потом от этого запаха я не могу избавиться. То есть, сейчас у меня подруги все остались, у кого, в принципе, не пахнет. Я могу давать свои вещи, и мне как бы не жалко, потом они пахнут мною, да. А вот была у меня подруга одна, с которой я уже давно не общаюсь. После нее я, в принципе, отдавала ей эту вещь на подарок, потому что, ну, не выстираешь как-то после этого. Запах. Вот такое вот бывает. А еще я вам скажу один такой момент, что у меня была одна такая подружка, которая, в принципе, пахла чем-то непонятно чем. Ну, и она была не подружка, она была знакома, вот в Москве как-то мы познакомились, там через подруг, да. И у нее был запах вообще просто, мне кажется, от всего ее тела такой, что все мои подруги просто охренеть, просто терпели этот запах. И я вам скажу, что этот запах почувствовали не все. Вот самое интересное, что это настолько индивидуально. Нужно найти, мне кажется, своего человека, который реально, твой запах, твои феромоны, это будут его. То есть, она была замужем, счастлива, ей муж ничего не говорил, но от нее был такой фан, на наш взгляд, что человек как будто просто не мылся. Хотя я видела, она какое-то время гостила у меня, я видела, что она моется, что она чистоплотная, она не грязнуля. Просто у нее тело такой запах, очень редкий и очень яркий. Вот. И я бы, например, вообще не смогла бы долго вот так, мне прям терпели, все этот запах терпели. Но не все его чувствовали, даже я помню, что с кем-то мы гуляли, и как-то, ну, когда тесные отношения, да, можешь по секретику что-то там спросить, да, там поинтересоваться. И вот я помню, что один человек сказал, что я не чувствую ничего, нет никакого запаха, все нормально. Вот такое бывает. Поэтому тоже интересный факт, да? Пятый факт. Я не курю, не курила, но пыталась научиться. Да, я за свою жизнь никогда не курила, пыталась научиться, потому что, опять же, история избитая, не знаю, знаете вы об этом или нет, но мне всегда нравилось, как женщины курят. Не знаю почему, мне все время нравилось наблюдать, казалось, что они чем-то заняты, что они такие деловые, крутые, не просто сидишь, ты тупишь там, или кого-то ждешь, да, а ты куришь, ты как бы занят делом, понимаешь? А вот я, например, когда приходила в кафе, кого-то ждала, я тупо просто сидела, меня это бесило. И в какой-то момент я думаю, да, научусь-ка я курить. И вот девчонки, знаете, ну это вот просто организм не воспринимает. Вот это либо твое, какая-то есть у тебя привычка там, или любовь к этому никотину, я не знаю. Но мне все время тошнило, все время тошнило после каждой затяжки. И был период такой, что я прям думаю, да я нет, я насильно научусь я курить. И я прям курила там, брала самые лучшие сигареты, с ароматами там, что-то такое, да. И даже с алкоголем пыталась. Знаешь, обычно бывает, выпьешь, да, и ой, сигарета как идет. Мне она не шла никак никогда, не шла и не ехала вообще. Мне просто блевать от этого. И вот помню уже на третий месяц, то есть это каждый раз, ни разу я не получила от сигареты удовольствие. Это жесть. Причем я даже не всегда курила в затяг, потому что в затяг это вообще жесть, это убийство. Меня сразу блевать тянуло. То есть я так, что-то там пыталась втянуть, типа я курю, короче, что-то сделать. Ну никак не получилось. Мне вот это вот во рту, это гадость. Если это в легкие запускать, то это вообще блевотняк. Короче, я себя пытала, мучила, и в итоге в один прекрасный день я думаю, короче, Селена, да? Тогда еще давно, Олив 16, я говорю, Селена. Я уже как-то знала, что такой мне будет псевдоним. Селена, брось ты эту дурную затею. Ну не твое это курить. Ну не будешь ты курить. Не кури. Ну хватит. Знаете, как не хочешь, не мучай одно место. А вот и я. Себя-то. Шестой факт. Я шапоголик. И знаете, что я обнаружила совсем недавно? Что открыв магазин, это помогает. Я не так сметаю шмотки, как раньше, когда имеешь свой магазин. Такое ощущение, то есть я покупаю шмотки не себе, понимаете, а в магазин. Но я же их покупаю. Я кайфую от покупки. Оно есть. Мой магазин, это как мое детище. Только при этом я не растрынкиваю бюджет, да, свой, а как бы его наоборот приумножаю. Ну как бы пока особо не проумножаю, но будет же в будущем, да, как бы он только открылся недавно. Вот. И да, блин, шапоголик вообще, я не могу. Я эти шмотки так люблю. Шмотки, бижутерия, косметика. Самое интересное, я не люблю краситься. Я безумно люблю косметику. Помадочки, все эти тени. У меня этого так всего много. Хайлайтеры. То есть у меня есть отдельное видео, коллекция хайлайтеров. Пользуюсь одним, который продаю в своем магазине. Матовые помады, блин. Реально я не успеваю мне пользоваться. У меня этих наборов матовых помад, теней просто. У меня наборы стоят вон целые. Пользуюсь тоже парочкой. Когда они закончатся, не знаю, они же вечные. То есть я вот такой человек, и мне нравится. Я зайду в магазин косметики, мне обязательно что-то надо взять. Какую-то лялечку. Шмотки какие-то. Да ты спать не сможешь, если ты не возьмешь этот шмот. Я вот уже научилась прислушиваться к своей интуиции. То есть если моя интуиция подсказывает мне, что бери эту шмотку, я ее не могу не взять. Я в этом себя загрызу. Если еще не успею. Не, ну я работаю, конечно, над собой. Если вдруг я не успею, и что-то там не взяла, я сразу такая, ну значит это не твое. Значит так оно должно быть. Значит оно что-то, да. То есть, ну короче, я уже психологические маневры на свой счет нахожу. Но да, я уже признала это, что я реально шапоголик. Я очень много трачу денег на шмотки, на всякую херню. И я, честно говоря, лечусь этим. Это знаете, как психотерапия. То есть если мне плохо, так же, вот знаете, как я говорила вам про сериалы и фильмы, то есть я кайфую, расслабляюсь. Но так же, если я очень устала, и все такое одно и то же, я просто могу пойти куда-то в торговый центр или вот что-то, да, и просто полазить, посмотреть, какую-то мелочь себе взять, и я буду выходить оттуда счастлива. Вот, кстати, я не очень счастлива выхожу из торгового центра, если с пустыми руками. Что-нибудь я должна взять, но не что-нибудь, что-нибудь, да, то есть, блин, нашла, оторвала такую фигню офигенную, так, вот мне повезло, вот так должно быть. Седьмой факт. Я не люблю краситься, но очень люблю косметику, покупать, иметь и так далее. Ну, короче, я уже в шапоголик это засунула, да. Ну, хорошо, у меня есть, кстати, бонусом один факт, он будет объяснять, почему я сижу в короне. Как раз он будет восьмым тогда. Ну, и восьмой факт обо мне. Я самовлюблённая сучка. Да. И на самом деле я считаю, что каждая девушка должна быть такой. Ну, может быть, не самовлюблённой настолько, как я, но сучкой точно. Мне кажется, что каждая девушка должна быть стервой в какой-то степени, сучкой в какой-то степени. Должна безумно любить себя. Обязательно. Просто это не должно зашкаливать, где-то. По-моему, мой сынок проснулся, стоит сейчас возле дверей. Мне кажется, прям куда-то подошёл. Мне кажется? Сейчас будет плакать. Ай, а что случилось? Смотри, мама снимает видео. Смотри, мама снимает видео. Кажи, мама, ты меня разбудила вообще. В общем, мой сынуля проснулся, пришёл. Надо ему уделить срочно внимание. Как раз таки все факты мои закончились обо мне, да? В общем, рассказала я 8 фактов обо мне. Надеюсь, вам было интересно слушать. Вы обо мне узнали побольше. Я на самом деле люблю, чтобы вы, и хочу, чтобы вы узнали обо мне побольше какие-то вещи. Да, почувствовали родство вместе со мной. И поэтому я сегодня в короне, дабы оправдать самовлюблённую сучасть. Да, ещё, кстати, блин, 9 факт тут бы у нас вон возникает. Я очень люблю всякие словечки неправильные такие, нестандартные. Я помню, что даже в детстве у меня был свой блокнот, где я записывала. Думаю, блин, а сделаю свой вот словарь, блин, реально словарь. Селены, да? Ну, было бы прикольно. Кстати, некоторые из моих подписчиков уже даже фразочки какие-то выписывали, и, ну, пользовались ими. И подписывали Селены свои, типа, слова Селены свои. Это было очень приятно. Зайка, всё, я прощаюсь. Всё, я прощаюсь. Всё. Всё, крошечки мои, я вас люблю, целую. Мне очень было приятно с вами провести время, рассказать побольше о себе. Я человек открытый, но в меру. Конечно же, не на 100%. Вы это знаете. Нельзя быть открытым прямо-то на 100%. Люди разные окружают, да? А то под дых потом хренак. И что? Неся, да, неся. Надо быть немножечко скрытной. Ну и вообще, в каждом человеке должна быть загадка. А во мне загадок очень много. Ну, вы знаете. Всё. Люблю, целую, прощаюсь за следующее видео. Пока-пока. Скажи, пока-пока. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok